Сегодня тема моего выступления была Shadow Corpies, и первое, что можно сказать, их больше нет. Все, да. На самом деле есть другая служба, называется File History. Кто из вас пользуется Shadow Corpies? Свет, а почему? А почему вы не пользуетесь? Что это такое? Никто не знает, что это такое. Замечательная вещь. Вот Microsoft тоже самое, оценила статистику. Кто использует Shadow Corpies, кто использует DACA и решила все это дело вырезать. Никому не нужно. На самом деле Shadow Corpies действительно революционная технология. Это революционная технология, которая позволяет сделать полный бэкап. На ходу, не выключая ничего. Я делаю 10 бэкапов в сутки на своих рабочих местах. То есть работают люди у меня в компании. Там 50 человек за документами. 10 номер — чип, бэкап есть. 11 номер — чип, бэкап есть. Это же хорошо. И не надо ничего закрывать, никаких нагрузок. Раз и все. Место это занимает. Ничего вообще. Но глубина, которая у меня успечивается таким образом — две недели. Две недели. Так вот, в Windows 8 есть немножко улучшение на эту тему. В Windows 7 на самом деле было плохо с Shadow Corpies. Они делались раз в неделю. Один раз в неделю. И для того, чтобы они делались вот так вот, как я сказал раз в час, надо было шедолить команду на PowerShell. Но, тем не менее, это очень хорошо вы можете оценить. Скажу. Дома я веду свой бюджет в акселовском документе. То есть каждый день я собираю все чеки и пишу все расходы в этот акселовский документ. Жена моего тоже была. Один раз она совершенно случайно перезаписала этот акселовский документ поверху пустыни. Всяп. 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 Ничего больше вам не поможет. Вообще. Только backup. Backup, который вы делаете на флешке. Ну вы же делаете backup, да? Я так и знал, что никто из вас не делает. Ну я-то тоже делаю, но раз в три месяца. То есть на какой-то съемный диск раз в три месяца скинул и все. Не чаще. Ну дома, да. То есть на работе, если вот поставил шедолинг и все, пошел. Но давайте будем говорить о обычных пользователях. И обычные пользователи часто говорят, как они делают вообще. А что они при этом теряют? Если сгорает диск, что они теряют? Фотки. Документы. У меня курсовая полетела. Вот так она будет. Курсовая быкапится. Видела, как они быкапятся. Я в институте отработал 15 лет. Я видел, как люди приходят с трясущимися руками и дискетами. У меня вот здесь курсовая, ее больше нигде нет, она больше не читается. Видел много раз. И особенно макаламская работа. То есть чем более важна работа, тем больше риск ее потерять. Это ведь. Так вот, шедол корпус позволяет вам делать все это незаметно. Ничего не надо. Галочку поставить, все само делается. Если человек говорит, слушай, ты знаешь, вот у нас вчера пропала бабочка там, она была в два часа дня. Я возьму шедол за два часа дня. Но я сначала все-таки закончу. Вы спросите, что это не про Windows 8. Просто продемонстрирую вам, что это действительно очень важная технология. Одна из важнейших. Вот. У меня этот шедол копий спасал неоднократно. Много раз. Сейчас вернусь. Вот. Вот это у нас. Вот 2008 сервер. Хотя там тоже самое на Windows 7 выглядит так. Вот у нас есть, скажем, shared documents, copied documents, которые в previous versions. И вот посмотреть себе у меня там, если нет. Каждый час делать. А места не занимает? Места не занимает. Почти ничего не занимает. Фишка Shadow Copies в differential backup. Он отблоченный у Delta. То есть, есть у меня PST файл на 20 гигабайт за день. Ну, сколько я поменяю в этом PST файле? Ну, 2 мегабайт. Только 2 мегабайта вот этот backup. Как быстро restart? Как быстро restart? Как быстро restart? На restart. Restore? Ну, нажимаешь restore сразу, как бы... Хорошо. 20 гигабайт достану за 3 минуты там. И при этом ты можешь посмотреть состояние. То есть, я не хочу участвовать в истории, когда папка shared documents. Я хочу только open, я хочу посмотреть ее. Это 24 июля. Сейчас у меня здесь не видны последние даты, потому что копий больше 60. У меня там около 200 копий включено. Open. Я смотрю, вот это Shadow Copies. Это shared documents на состояние 24 июля. И поэтому, если пользователь кого-то говорит, ой, вы знаете, у нас там случайно запороз оплах. Ну, просто, да, это достается все. Так вот, в Windows 8 в Shadow Copies больше нет. Но, есть и хорошие новости. Есть file history, который способен работать по сети. Дело в том, что в Shadow Copies, когда пишется только delta, нету оригинального файла. И если сгорел оригинальный носитель, все, все. Тебе поможет только съемный бэкап. Или там сети в робокап. Полный бэкап. А достать что-то из этого delta уже нельзя. Ничего. Так вот, в Windows 8 файлы бэкапятся. Бэкапятся точно так же. Раз. Бэкапятся с определенным schedule. То есть раз в час по умолчанию. Каждый час. Это очень важно. Вернуться к своей работе на час назад. Но в Windows 8 еще лучше. Можно вернуться на 10 минут назад. А может каждые 10 минут сфотографировать твои документы. И ты не замечаешь. Ты просто работаешь. Просто сидишь и работаешь. Пишешь проект о том. И знаешь, что каждые 10 минут осуществляется бэкап. Моментальный бэкап. Раз и все. И пишутся версии. То есть я могу вернуться на 10 минут назад. На 20 минут назад. На 2 дня назад. И если Shadow Copies содержали 64 копия. Ну там игрой с реестром можно было повысить до 512. То в File History это делается бесконечно. При желании. Сейчас вопрос, как с помощью Pixel Hunting я достану свой Control Panel. Главное — продумать через компьютер. Нет. Просто игру сзрайб. Нет. Цей плотный. Да. Естественно, то, чем ты послушал, то момент поиска. Теперь работает в США. Так вот. File History. Сейчас у меня уже включено и я немножечко с ним поработал чуть-чуть. File history делает автоматический DACA в ваших документах. Либо в сеть, либо на съемный диск. То есть он не делается локально. Либо на нетрок, у меня в данном случае вы видите, на нетрок указан имя компьютера и папки, куда я сохраняю. Либо на съемный USB диск какой-то. А если я сейчас хочу локально, то мне просто важно, чтобы я знал, что у меня от меня. Локально, к сожалению, они это вырезали. Я попробовал через командную строку поработать с командой vss-admin-shadows. Он не дает делать System Restore чаще, чем раз в сутки. На Windows 7 все это просто. Я сам скедулил все это и там делал раз в час. Здесь мой PowerShell, я покажу. Здесь должен хотя бы диск воткнуть и он туда будет делать. Но есть, опять-таки, хорошие новости. Есть и на эту тему хорошие новости. Дело в том, что иногда у нас с его диск все-таки вынуть. Ну, отключаем и выносим. Или сеть бывает недоступна. Так вот, он тогда начинает копить копии локально. И когда ты подключишь этот диск, он на него выливает все, что накопилось за это время. То есть, если я приезжаю со съемным диском раз в неделю, он будет каждый час фотографировать документы. Будет, это будет работать. Потом, подключив свой съемный диск, он просто реплицирует изменения. И у меня там есть мой недельный бэкап, я могу его вывозить. Разумеется, занимаешь что-то? Да, да. То есть, локальный кэш, он есть и у него нормально работает. То есть, в принципе, есть и хорошие новости, и не очень. Не очень, то есть, я все-таки. А на весь диск вообще ставится? Или я не хочу фильмы там пока не ставить? Это очень хороший вопрос. Это ключевой вопрос для меня в том числе. Shadow copies работали только на local disk. То есть, вызываешь свойства диска. Disk D у тебя документы. Диск C, ну, как бы я не храню документы на диске. Сори. Вызываешь свойства диска, вот я покажу 2008 интерфейс, например. Вызываешь свойства диска, properties, shadow copies, и вот синтегрированный schedule у меня идет. И видно, что последний случился полчаса назад. За две недели, это у меня получилось 128 копий, заняло 9 ГБ. Всего документов у нас там, чтобы не собрать. А, на сколько диск дизайнер нужно посмотреть? 60 ГБ. Сядь от Delta заняло только 30. За две недели. Это очень важный момент. Так вот, есть плохие новости. И плохие хорошие одновременно. Файл history бэкапит файл целиком. Это значит, что если у тебя PST файл размером 20 ГБ, он его будет каждый час писать по 20 ГБ. Если он поменялся, этот файл. То есть он смотрит, файл менялся или нет. Если поменялся, он пишет здесь файл. С таким файлом проще работать. Его можно взять в руки и с ним что-то сделать. Это уже цельный, настоящий файл. Выглядит этот бэкап, я вам покажу примерно как. Я выделил у себя папочку на своем сервере. Туда, в общем-то, изогнал. Сейчас попробую работать с увеличилкой. В общем, я буду раскрывать здесь свет. Я работаю на компьютере, который называется nhDemo. Таким образом, мы можем показать нескольких компьютеров на один и тот же съемный диск или на один и тот же файл storage. Каждый компьютер будет создавать свое имя. И у этого компьютера, да, и, конечно, по каждому пользуются. Таким образом, если я бы работал со своим аккаунтом на нескольких компьютерах, он бы с нескольких компьютеров не скинулся в байтах. Если у нас на компьютере несколько человек работают, то опять же для них создалась бы своя папочка. Что внутри мы видим? Data. А потом, что, собственно говоря, это капитционно. Профиль. То есть стандартного графического интерфейса нет, который бы позволил, скажем, D-диск бэкапить, или A-диск бэкапить, если у тебя документы там находятся, а не на C-диске в профиле. Тем не менее, задействуется стандартный механизм libraries. Мы можем подключить library, который мы хотим бэкапить, и мы его будем бэкапить. Исключение. Насчет того, если кто-то на дескопе хранит HD-видео, можно исключение сделать. Давайте посмотрим, как включается file history. В принципе, просто дожду. Turn on, turn off. Вот и все. Слэм-драйв указывается либо network location, либо local drive, куда будет производиться бэкап. Нажал. Нажал. Я думаю, сейчас связь потерялась. Нет, не потерял. Ну, просто не думайте. Exclude folders. Команда, с помощью которой мы можем исключить ваше HD-видео. Например, чтобы MyVideos не бэкап. Это MyMusic, чтобы он не бэкап. А расширение? По расширению. К сожалению, он сейчас в текущей редакции он так делал. Хотя слухи ходили, что да, действительно. Ну вот, MyVideos я добавил Exclusions. Что да, действительно там будет сортироваться, какие расширения будут. Бэкап есть, какие нет. Пока этого не видно. Вот. То есть есть Exclusion, есть стандартный механизм. Ну, нельзя добавить, например, что я хочу бэкапить диск ДН. Ну, вот, вот, все, мы бэкапим. А так, бэкапит libraries. То есть если что-то добавил к себе в libraries, тогда я сейчас сделаю бэкапис. Advanced Settings позволяет нам указать, как часто. Бэкап every 10 minutes. Я возьму себя для теста сделал. Я сейчас покажу вам, как это работало. Либо скажем вот, every hour, по умолчанию. Каждый час. Для тех, кто пишет проекты, какие-то те же программы, это исключительно важно, чтобы каждые 10 минут все-таки производился бэкап в сеть. То есть у тебя, ты сам что-то запорол, ты можешь вернуться на 10 минут назад. Если у тебя сгорел даже компьютер, у тебя все в сети выживет или там на съемок месяц. И размер кэша, либо глубина. Вот. Одна из интересных вещей, это глубина бэкапа. One month, three month, one year forever. Хранить копию. Бесконечно. Но пока не будет исчерпан кэш. Тогда он старые версии начнет удалять. Самые старые. Итак, я работал с неким файлом. Скажем, вот читал лекцию по операционным системам. У меня есть какой-то план интеллекции. Я его писал по ходу. По ходу дела. Говорил со студентами. Писал. Говорил. Писал. Как развивались события? Вот 10 минут. Значит, надеюсь, я где-то здесь увижу. Нету в стандартной закладке «Приветствую офис», которая была раньше. Это немножко против. Поэтому мне придется вызвать ribbon на помощь. Desktop. На Desktop мы можем увидеть, что у нас есть замечательная кнопочка History. После которой мы можем посмотреть состояние нашего Desktop, либо даже взять один конкретный файл и вызвать его History. Вот так выглядит файл. Выглядел 26 июля в 5 утра. Интересно. Забыл вот этот файл. Времени секранизировал. Вот это его предыдущая версия на 10 минут раньше. Вот его предыдущая версия еще на 10 минут раньше. И вот это само начало. Еще раз. Когда я начал работать с этим документом, периодически его сохранял, у меня случилась копия документа в сеть. Через какое-то время я дописал немножко материала, и опять система автоматически его сохранила в сеть. Опять написал, и опять написал. Таким образом я могу выбрать, какой документ мне больше интересует. Потому что я мог не просто дописывать, я мог что-то стереть. Я могу это сразу увидеть из Copy-Paste. Либо кнопочка Reward сразу установить целый файл. Даже если я удалю файл. Вот, кстати, что будет, если я сейчас вот файл удалю. Взял файл. Вообще нету больше файла. Ну и прошло какое-то время, я вызываю хистерри самого фолдера, в котором лежал этот файл. И вот так вот выглядел этот фолдер. 5.53 31 июля, это когда-то сегодня. Видимо, я просто времени перевел. А ну да, он говорит 9 утра. Вот так он выглядел до того, вот так он выглядел до того. То есть обратите внимание. Юрлык на CN3. До этого его не было. 26 июля. 26 июля. Вот так вот выглядел до этого. А в самом раннем утра на 26 июля вообще ничего не было. Таким образом, я могу восстановить файл с последнего бэкапа. Так вот. Стоп. Файл восстановился, восстановлен. Я могу с ним продолжать заработиться. А если восстановить какой-то из истории, он перезапишет? Да, перезапишет, конечно. А потом вернуться опять можно, да? Я думаю, да, можно. Потому что файлы все сохраняются. Ты можешь скакать между версиями туда-сюда. Тут важно понимать, что не версии файлов сохраняют. Потому что если я файл дописываю по модулям и сохраняюсь, не каждая сохранка моя уходит в бэкап. А только на момент, когда случается бэкап, например, раз в час, он берет, о, что-то поменялось. Отправляет. А если я не сохранил, автоматически не сохранить чуть-чуть? Ну, если я не сохранил в ноутбаде файл, конечно, нет. Я не знаю. Это возможность уже в ноутбаде. Файлы системы не знают, что у тебя что-то открыто там. Ну, для этого в Word есть автосейх, например. Да, Word автосейх делает. А дальше уже можно как раз таки профиль бэкапить. На самом деле, я немножко помучавшись, решил бы понять, а как же мне добавить все-таки D-диск в бэкап? Оказалось, это вполне реально. Растекает это вот из чего. Первым вопросом задался, а что будет действительно если этот сетевой диск недоступен? Как производится репликация? Оказывается, все изменения накапливаются у меня в профиле. 15 диск. Я открываю папочку users better. Я включил пока скрытых файлов. И это ApplicationData, Local, Microsoft, Windows, Windows. Есть еще одна папочка появилась, такая FileHistory. В этой папочке FileHistory накапливаются как раз таки. Это локальный кэш, который хранится до тех пор, пока я не присоединю съемный диск, либо не восстановится соединение с сетевым сервером. А если нет соединения с локальным, сделать копию, ты можешь rollback сделать? Да, да, можешь делать рубэк. А в Configuration показывайте интересные вещи. Есть XML-файлы Configure, которые мы можем активити почитать, даже исправить, увидеть, что именно выкапится, какой объем резервируется под это на локальном диске. Локальный диск тоже не бесконечный. Это вот на Staging Area. Он резервируется. Места, я вижу, у меня тут сколько? Полтора гигабайта где-то резервируется. 1.6. Определяй 1.2, он threshold, когда мы начинаем говорить ого-го, у тебя уже это место заканчивается. Короче говоря, а, да, как это выглядит на сетевом сервере. Открываем desktop. А вот так вот интересово на сетевом сервере. Состояние моего текстового документа на такое-то время, на такое-то время. То есть я могу даже просто вручную посмотреть, изменить, что там есть. Вот. Таким образом, еще раз, если мы хотим использовать файл history, идем в контрольную панель, каким-нибудь хитрым методом. Типа coin. Открываем файл history, включаем. Для того, чтобы включить... Ну да, я сейчас включу. А, ну он запомнил, что у меня там было, что я включаю файл history. Для этого, конечно, надо выбрать место, вот куда будет позвониться бхаббер. То есть уводить какую-нибудь, либо объявить. На все эти компьютеры не хочу бхаббить. Любая схема здесь появляется. В advanced settings устанавливают, как часто включить бхаббер. Например, каждый час. Хранить копии вечно. Сколько места диска заресимировал. Больше ничего нет, а просто включить. Вот просто включить. Если у вас есть съемный диск, микро, который производится в бхаббе. Просто включить, указать, что да, вот на этом. Даже когда вы просто подключаете, это диск, флешку подключаете, он говорит, о, флешка, давайте там будем хранить файл history. Если ты соглашаешься, он сразу начинает туда эту файл history копить. Таким образом, достаточно эту флешку периодически подключает, он будет сбрасываться автоматически, приплицируется вся система. Ну, не система, sorry. Документ, профиль. Отключаешь, уносишь, и каждый из час, например, у тебя есть страховая копия, твоя бота. То есть, по сравнению с shadow копиями, что поменялось? А интерфейс чуть-чуть другому выглядит теперь. Теперь целый файл. И файлы идут целые. И хорошо и плохо. Это хорошо, потому что ты можешь к любому файлу вернуться в любой точке, даже если сам компьютер не работает, выключим. А плохо то, что при этом они занимают больше объекта. Так, это журнал нужно почитать. На самом деле, я хотел просто вынимать все файлы. И столько, который самый класс. И вот так вот могу перемещаться между днями и смотреть вот это сегодня. Это то, что я успел сейчас за время презентации раз в десять минут еще состояние фаворитов документов истоков. Это то, что было 26 июля. В любую из эту папочку можно зайти и посмотреть состояние файлов и восстановить это. И, в принципе, главное, что ни о чем не нужно запросить, это просто работает автоматически. Поэтому, если вы не используете до сих пор шеду копии на семерке или на 2003-м, или на 2003-м, конечно же, это обязательно нужно включить. Я вам расскажу типичный сценарий, когда мне это помогут. Так вот, после того, как жена перезаписала пустой файл . просто пустын уже существующий файл бюджета, предыдущий бэкап у нее был где-то за три месяца обратно, с актуальным даймом данные все были потеряны. Зато расходят. Зато легче жить. С тех пор я очень четко смотрел, что у меня на домашнем компьютере шеду копии были включены. И тем самым я легко постанавливаю документы, даже если он с запора, либо стекла. Конечно, это не спасет меня, если компьютеру крадут, или сгорит диск, но случайно запарывается, останавливается. И еще один случай был в реальной среде, я проинсталировал бизнес-предложения, просто кассовую программу. Что-то мне не понравилось, решил он инсталлить. У меня был хороший инсталл-шот из арт, который он инсталлил мне весь диск. Полностью, со всеми бизнес-предложениями. Ближайший бэкап полный был перед дня обратно. А бухгалтеры... Почему три дня обратно? Ну, вечер понедельника. Мы договорились с бухгалтерами, что я приду, поработаю, поставлю новую программу после работы. Делать полный бэкап было бы долго, часа два. Ну, может, и больше. Так он поленелся. Так вот, ничто не смогло восстановить потерянные приложения. Ничто. Кроме ShadowCopy. Я вызвал ShadowCopy и вернулся на 10 минут обратно. Никто ничего не заметил, даже что-то произошло. Такой важный момент. Файл history. Если вы не пользуетесь ShadowCopy, то файл history это то, что вам необходимо для того, чтобы работать более безопасно. Есть вопрос по производительности. Если по ShadowCopy, учитывая, что там по TimeStamp он свеживает, что меняется действительно легко выловить, то если он начнет ловить большие объемы, что станет переработающим антивирусом? Это у Microsoft древняя проблема. Когда антивирус накатывает рукава, на кем я начну тут присматривать, то в этот момент вдвоем они могут достать кого угодно. Не так? Это очень сложный вопрос, потому что на него я могу отвечать долго и полезно. То есть могу спросить, во-первых, а чей антивирус вообще-то? А с чем с Microsoft? Во-вторых, кстати, по FileVersions есть интересный график, я где-то сейчас даже увидел этот график, нагрузки, что FileVersions анализирует текущую нагрузку и срабатывает только, когда считает нужным. То есть он какое-то время держит в кэше? Нет, похоже, я сейчас не найду в носке. Да, я графики... Ты уже эту страничку закрыл, наверное. Не скажу, сори. По ShadowCopy мы никогда не замечали, что это случается. По ShadowCopy, это блогик. Он анализирует график нагрузки, текущую, он ведет учет. И только тогда, когда машину считает более-менее свободно, начинает понемножку пропихивать свой файл. У меня тоже есть вопрос. Ты можешь сделать какое-нибудь сравнение, например, с Time Machine? То есть что есть, какие плюсы и минусы? И еще второй вопрос сразу. Что Microsoft предлагает для версионирования, ну, например, и бэкапа в облако? Это как-то взаимодействует с другим? У меня есть только по полуответу немножко. Дело в том, что я сам лично не пользовался. Но из того, что известно по отзывам пользователей, файл history это как раз то, что просили люди, которые работали с Time Machine. Посмотрите, как классный Time Machine. Сделайте что-нибудь такое на Windows. Макс подумал и сказал, о, давайте сделаем файл history, он будет похож на... Они не сказали так, о, давайте скопируем. Но те, которые пользуются Time Machine, они говорят, да, вот эта вот старалась гораздо ближе. Он на это не похож, но выполняет ту же самую функцию. Ту же самую функцию. Только с нюансом, что Time Machine все-таки глядя. Он как Shadow Copy. Ну, значит получается, что Shadow Copy было первым. Но Shadow Copy зато пустите не куберцы. Если мы не ставим дополнительные серверные моды, да? Мы не можем сравнивать эти две платформы, в принципе, потому что macOS изначально для пользователей, а Windows все-таки начиналась со всяких там корпоративов и всяких таких... Созволь сравнивается? Жаль, что мы не будем сравнивать. В общем, короче, когда к Time машина становится ближе. А второй вопрос был... Про облака. Про облака. Файлы History не поддерживают бэкап в облаке. Но! Они предлагают бюстершенную опцию. Если вы синхронизируете свои документы со SkyDrive, то, получается, вы можете бэкапить вот эту свою локальную копию этого SkyDrive. Потому что у вас есть синхронизация со SkyDrive, вы можете эту локальную копию бэкапить файл. Мы упоминали, это вещь, когда ты инсталируешь Windows, там тебе предлагают Live ID ввести. Да. Если ты будешь Live ID, профиль и всякие вот папочки, там, фотографии, все это синхронизируется со SkyDrive. А пока это у тебя есть локально, то у File History это... Удобно, да. Например, так же самое с телефоном. Например, ты делаешь фотографию, у тебя есть интернет. Ну, тоже Metro Style. Такой же самый Metro Style. Фотографируешь, сразу есть опция SkyDrive. Потом, если в SkyDrive, ты видишь его на десктопе сразу. То есть вся синхронизация происходит? Ну, то есть главная разница в том, что напрямую File History в SkyDrive не кладет, но принятый SkyDrive он запускает. Да. Там единственное, что в контрольной панели есть эти SkyDrive диски можно добавлять. Может быть, на них можно прокатиться? Не поддерживается. Не поддерживается. Поэтому надежды на выходы последней, окончательной версии Windows 8 базируются на том, что будут такие вещи, как backup, поддержка File History дисков в SkyDrive. Это раз. Есть надежда, что все-таки они допилят, и File History позволит исключать определенные типы файлов. И третья, есть надежда, что допилят и будет backup это Delta. Почему? Загадка сохраняется. Загадочка сохраняется. То есть мы можем только гадать и надеяться. Я пока не удовлетворил этим продуктом как вот, ну File History, да, не восьмеркой, а File History как продуктом я пока не удовлетворил из-за вот этих фото. От чего еще ты сдерживаешь восьмерку? Сложный вопрос. На самом деле я с восьмеркой поработал около месяца на своем компьютере, и даже на нетбуке вот на этом, в котором 1 гигабайт памяти, ну через месяц ей стало дурно. Она настолько замедлилась. То есть я работал с полным набором приложений. Это был Microsoft Office, это были те бизнес-приложения, с которыми мы работали в офисе. То есть я на самом деле просто работал. Все работало замечательно, хорошо. Но понемножку ей становилось дурно, дурно, дурно. Я пока не выяснил почему такое вот накопилось, но нетбук в конце концов не то чтобы умер. Я уже вот просто сказал, если еще что-то будешь тормозить, это разломать, поставить. В носок с ими руки. На рабочем компьютере просто там как-то случилось, даже не помню почему. Пока так. Это обычное явление таких… А восьмерке ждут еще вот такие вещи, как восьмерка, можно сказать, все-таки иметь большое применение на домашних компьютерах в качестве home-сервера. Потому что Microsoft отменила редакцию Windows home-сервера. Если 2008-й home-сервер был, то в 2012-м мы не планируем по цене. А восьмерка может на себя принять эти функции. Эти функции уже были хороши в семерке. Когда семерка могла создавать программные write-массивы и делать шевел-копии, это уже было замечательно. А теперь FileHistory поддерживает работу с home-группами и предлагает даже включить… О, давайте сейчас включим вам всем в Home-группе FileHistory. FileHistory поддерживает такие вещи, как Blocker, например. Что-то еще было упомянуто. Даже боюсь соврать. Надо еще посмотреть, короче, что будет. Я ждал от восьмерки, что у него будет развита система, более развитая система application white-listing. То есть Blocker будет развиваться. Но он не развился. То есть там добавили еще одну опцию маленькую, но он реально не развился. Потому что мы только что говорили об антивирусах, я не вижу будущего антивируса. Потому что они не работают. А white-listing работает, он работает крайне эффективно. Я ожидал, что они разорвут наши white-listing. Сори, не разорвут. Кто вы хотите видеть в будущем минуте? Полагается, не видеть, да? Нет, мне просто интересно. Если честно, я придерживаю старый друг, но даже можно сказать «дау». Меньше сюрпризов. Пойди сюрприз не к добру. А так как я имел достаточно много отношения потом к пользователям, то лучше меньше сюрпризов улучшать качество. Да, пусть следят, пусть борются за рынок, там флаг в руки. Да, вот рискнули бы шагнуть дальше. Потому что много Майкрософта сейчас гонялся за другими. Да гоняя на гоняя. Джобса нет. Есть шанс. Шаг не дальше. Шаг не дальше. Шаг не дальше. Майкрософта «ид» Майкрософта «ид» Майкрософта «ид» Шаг не дальше. Шаг не дальше. Шаг не ехабж. Шаг не цел testimony. Шаг не- Шаг не- Шаг не locker на 으а- Мегас.